Всем привет! Это новости из Турции. И сегодня не очень приятные новости из Анталии. В последние дни поступают жалобы от туристов, что в море обнаруживают следы мазута. Искупавшись, люди выходят из моря и видят на себе и купальные одежды, пятна мазута. Больше всего таких жалоб поступает с пляжа Коньялты. И на данный момент происходящее на пляже активно обсуждается в соцсетях. На пляже Коньялты разместили объявление, которое гласит «Уважаемые гости, сегодня на пляже мазут, который, мы думаем, приходит с кораблей из открытого моря. Мы рекомендуем, будьте осторожны, спасибо за ваше понимание». Точка. Надпись написана на нескольких языках. Такие жалобы приходят из Кимера, с поселка Гюйнюк. Отдыхающие также жалуются на пятна мазута и на то, что мазут плохо смывается с тела и плохо отстирывается от одежды. Люди жалуются на ресепшн в отелях, но там лишь пожимают плечами. Ну а чуть далее в Кимере таких жалоб зафиксировано не было. Предположительно, мазутные пятна в море появились из-за сброса мимо проходящих судов. Еще одна новость. В Анталии есть популярный среди туристов парк, где находятся скульптуры под названием «Русские матрешки». Этот парк расположен в микрорайоне Лиман и называется этот парк «Матрюшка-ли-парк». В этом парке недавно произошла реставрация матрешек, но простояли они недолго и подверглись акту вандализма. Некоторые матрешки частично повредили, а также содрали краску. После публикации этой новости в сети, многие предположили, что это произошло из-за сложившейся в мире ситуации. Но это оказалось не так. После поимки вандалов оказалось, что это были выходцы из Ирана. Из городской администрации Анталии поступает информация, что фигурки матрешек реставрировать больше не будут, так как они все чаще привлекают внимание вандалов. Это были все новости на сегодня. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!